Кот по кличке Барсик – символ поликлиники. Живет здесь уже несколько лет. Его знает каждый врач и каждый пациент. Последние полгода, как и врачи, ждал открытия обновленной поликлиники. От старого медучреждения здесь осталось только здание. Новый фасад, новые полы, окна, двери, отопление и вентиляция, противопожарная система, которой здесь никогда не было. Сегодня поликлиника Брянки соответствует всем стандартам Российской Федерации. Она соответствует лицензионным требованиям. Естественно, это не просто соответствие. Это позволяет нам сегодня устанавливать своевременный качественный диагноз и позволяет оказывать качественную медицинскую помощь всему населению. Естественно, это один из больших шагов пространства Российской Федерации. Мы очень признательны администрации, руководству Брянской области, потому что качество медицинской помощи населению – это приоритет для развития республики. Такого модернизированного медицинского учреждения Брянка никогда еще не знала. Вообще у нас все, что делает Брянская область, она делает очень качественно, она делает очень быстро. Привлекаются самые лучшие кадры, привлекаются самые лучшие специалисты, используются лучшие материалы. Это образец, как нужно правильно восстанавливать медицинские учреждения и вообще относиться к своему делу. Мы и мечтать не могли о таком ремонте, потому что здание было сдано еще в 1966 году, капитального ремонта никто не делал, тут еще военные действия. А такой ремонт, я говорю, мы даже не могли мечтать. Прекрасный, отлично, все отлично сделано, прекрасная мебель, оборудование нам новое дали. Ну прям второе дыхание открывается. В прошлом году губернатор Брянской области Александр Богомас лично посетил все социальные объекты подшефной Брянки. Тогда он дал распоряжение по ремонту и поликлинике, поэтому новое медучреждение ждали и местные жители. Мы ждали давно ремонта этой поликлиники. Люди ждали и губернатора, и вообще этих людей, которые делали эту поликлинику, которые руководили, которые руки прикладывали. Спасибо большое. Без слез можно и не скажешь, как она раньше. По-моему, если не ошибаюсь, сколько я здесь живу, лет 30, наверное, вообще ничего. Сколько Брянск нам помог, начиная с техники, и заканчивая строительством школ, поликлиники, и сколько дорог, это все, понимаете, ну просто вот душа радуется, что мы в России, честное слово. Я вот наблюдала это строительство из окна, все фиксировала. Спасибо России, спасибо за все, за дороги, за поликлинику, за все спасибо. Добрый день, Симоненко Николаевич, замечательный губернатор Брянской области. Очень приятно. Да, я передаю огромный привет от Александра Васильевича. Спасибо. Да, и он все вас ждет, когда вы посетите Брянскую область. Спасибо. Да, я понимаю, что график вас насыщенный. Вопрос, как только всех подведем, сразу поедем по гостям. А пока вам надо задать. Ну хорошо, мы вместе выполним поставленную задачу. Уверен. На открытие обновленного медучреждения Брянки приехал глава Луганской народной республики Леонид Пасечник. Первое, что встречает посетители поликлиники, информационный стенд. Чтобы люди понимали, что не одни они живут в Брянке, а они живут во всей России. И здесь будет вся информация, в том числе и по городу, который у нас курьеров. Потому что я обратил внимание, что губернатор Брянской области, как никто к другой, с трепетом относится к медицине. Гордость новой поликлиники, медоборудование которого здесь никогда не было. Сахаровой флюорограф, если я правильно выразился, да? Это он уже без рентгена работает? Без пленки. Без пленки. Он архивирует сразу. Да, он в принципе максимально компьютеризированный. Он может архивировать информацию, очень большой архив содержательно-компьютерный. И максимально быстрое получение релизатора. И разрешение самое лучшее. И облучение минимальное. Да. Подарок от Брянской области – современный рентгенаппарат. Сделали один из кабинетов в ЛНР рентгенологических, которые соответствуют всем стандартам. А это новинка для Брянковской медицины – гематологический анализатор. Самостоятельно и, главное, быстро выполняет анализ крови. Это максимальная скорость установления диагноза и максимальное обслуживание быстрого населения. И очень приятно, что здесь все компьютеризировано, есть выход в интернет. Мы можем получить анализы. И если есть какие-то проблемные вопросы, выйти в общую сеть и по всей России проконсультироваться по поводу данного анализа. Все материалы современные и качественные. В каждом кабинете новая мебель от нашего региона. Брянск нам делал все на долгие годы, чтобы больше не тратиться лишний раз. Скупой платит дважды. Вот, правильно. Надо сделать четко, рамотно и на всеми. И один раз. Все, что делает Александр Васильевич, все делается с душой, для того, чтобы потом было чувство гордости за выполненное, за сделанное. Поэтому, безусловно, слова огромной благодарности за такой шикарнейший подарок. Просто, ну, мы вот, и Наталья Александровна не даст обмануть подобных лечебных учреждений в Луганске. Еще на сегодняшний день нет. Вот, первое, это в городе Брянка. Поэтому, в этом смысле, жителям Брянки повезло. Спасибо большое. Новая поликлиника – лишь один из примеров помощи нашему подшефному городу. В наших следующих выпусках мы расскажем о восстановленных социальных объектах Брянки и гуманитарной помощи, доставленной недавно на Донбасс из Брянска. Дмитрий Белов, Сергей Дюков, Луганская Народная Республика.